Привет, друзья! С вами Александр Кушнарь на канале Ньюсейдер. Российский режим фактически объявил о прекращении дипломатического взаимодействия с НАТО. Сейчас я расскажу, почему это был выстрел Кремля себе же в голову и почему для НАТО это означает вздох облегчения. Сегодня, 18 октября, глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что Россия приостанавливает работу своего постоянного представительства при Североатлантическом альянсе в Брюсселе. А на территории самой России Кремль приостанавливает функционирование двух дипломатических ведомств НАТО, которые расположены в Москве. Это информационное бюро и военная миссия связи альянса. Решение по всем трем пунктам вступит в силу с 1 ноября и сохранит свое действие на неопределенный срок. А единственным связующим звеном между Россией и НАТО Лавров предлагает сделать российского посла в Бельгии. Российский министр объяснил происходящее реакцией на недавнее решение НАТО о том, чтобы наполовину сократить дипмиссию России при штабе альянса. Таким образом, российское руководство в ухудшении отношений снова винит страны Североатлантического альянса, забывая в очередной раз посмотреть в зеркало, чтобы увидеть там чудовище, поправшее основу миропорядка. Позицию Москвы красочно написал давний функционер российского имперского проекта Дмитрий Рогозин, занимающий должность директора Роскосмоса. Цитирую его. Печальный финал в отношениях Россия-НАТО лежит на совести чиновников Североатлантического альянса. Именно они грубо и неоднократно нарушали ими же предложенный принцип, что работа Совета Россия-НАТО должна вестись в любую политическую погоду. Оказалось, все не так. От НАТО все время дуло сторону России ледяными ветрами. Попытки применить силу в обход Совета Безопасности ООН, продвижение особо антироссийских инициатив по ПРО и кибератакам, формирование из России постоянного образа врага лишь для того, чтобы оправдать перед налогоплательщиками стран Запада сытую и лицемерную жизнь в Брюсселе тысяч подхрюкивающих натовских бюрократов. Все это привело к полной деградации наших отношений, сказал Рогозин РБК, добавив, что, мол, на безопасности России разрыв отношений с НАТО не скажется, потому что, говорит он, наша безопасность определяется прежде всего нашей ракетно-ядерной мощью, а также возможностью и волей защищать свой суверенитет и свободу. Цитата завершена. Как видим, здесь полный набор психологических проекций. С одной стороны, собеседник приписал представителям НАТО все те черты, которыми российский режим как раз и страдает сам, а с другой, в очередной раз, проговорил то, единственное, чем российские власти надеются гарантировать себе дальнейшее бесчинство внутри страны и за ее пределами, я имею в виду оружие массового уничтожения. Главным российским функционерам не приходит в голову простая мысль о том, что в конечном итоге ровно такой неприкрытый ядерный шантаж, которым в отношении Запада с 2014 года занимается вся российская вертикаль, вплоть до самого Путина, как раз и привела отношение Москвы с НАТО к уже официальному разрыву. Не в США и не в Евросоюзе организовали захват иностранных территорий, киллер-операции, химические атаки, удары по гражданским лайнерам, кибернападения на частные государственные структуры по всему миру, гибридные информационные войны и, наконец, бессмысленное и жестокое убийство десятков тысяч людей по всей планете. Все это за последние 13 лет делал и продолжает делать именно режимы в Москве. Именно поэтому он оказался в глубокой международной изоляции и беспрецедентное сокращение российской депрессии при НАТО с 20 до 10 человек. Это единственно возможное решение со стороны Альянса. Его обычно сдержанный генсек Йенс Толтенберг в тот раз не стеснялся в выражениях и прямо обвинил тогда российскую депрессию во враждебных действиях, а самих путинских дипломатов в том, что они занимаются в Брюсселе шпионажем вместо дипломатии. Примечательно, что Столтенберг так и не назвал конкретную причину для такого жесткого решения, предпочтя обойтись ссылкой на общую деструктивную линию Москвы. Тем не менее, для таких шагов всегда есть веский повод. Можно, конечно, предположить, что им мог стать один из тех эпизодов, которые произошли сразу после решения НАТО. Почти в один день стало известно о задержании российских шпионов в Болгарии, где была попытка похитить вооружение НАТО, и в Турции, где задержана российская киллер-банда за подготовку политических убийств. Но источники сообщают и другую версию. Не исключено, что на желание Столтенберга изгонать российских дипломатов повлияло самое банальное хамство, которое проявил в разговоре с ним Сергей Лавров на личной встрече, состоявшейся между собеседниками за несколько дней до решения НАТО. Сам Лавров так описал эту историю. Никакого объяснения причин подобного шага не было сделано. За несколько дней до объявления этого решения мы встречались с господином Столтенбергом в Нью-Йорке. Он всячески подчеркивал искреннюю, как он говорил, заинтересованность Сиротлантического альянса в нормализации отношений с Россией в интересах деэскалации напряженности на европейском континенте, сказал российский министр. Однако украинский журналист Петр Шуклинов, возглавляющий общественно-политическую редакцию издания Лига.нет, рассказывает, что упомянутая беседа между Лавровым и Столтенбергом прошла вовсе не так гладко, как рассказывает глава МИД России. По словам украинского журналиста, когда оба представителя уединились, Столтенберг, которого, кстати, в свое время не смогла звербовать служба КГБ, вежливо попросил Лаврова, чтобы его страна прекратила терроризировать Европу, воевать против Украины и убивать людей на территории Североатлантического Союза. В ответ, как рассказывают источники европейской прессы, Лавров проявил фантастическую по дипломатическим меркам грубость. Он прервал Столтенберга на полусловии его речь о добрососедстве, обвинил в поддержке неонацистов в Украине и предложил собеседнику проводить ненужные Москве форумы НАТО России самостоятельно, без участия Кремля. В этом контексте решение о высылке 10 из 20 российских дипломатов перестает выглядеть неожиданным. Теперь, когда на Лаврова и все российское руководство ЗОЛ лично сам генсек НАТО, нет ничего удивительного в том, что штаб Альянса решил избавиться от людей, которые, как кстати рассказывала журналистка Sky News, занимаются по данным НАТО вредоносной деятельностью вплоть до убийств. Более того, я хочу напомнить, что вообще-то впервые НАТО выслал часть российской дипмиссии именно за попытку убийства из-за отравления Скрипалей в 2018. Уже тогда, а тем более сейчас, когда при НАТО остались лишь 10 российских так называемых дипломатов, западный военный блок показал, что вовсе не считает полезным взаимодействие с переодетыми российскими спецслужбистами. Угрозы, которые они несут для НАТО, намного перевесили ту выгоду, которую НАТО получал от присутствия, пусть и не слишком значительного, на территории России. В этом смысле стоит оценить, а что вообще теперь, после решения Кремля, теряют и приобретают стороны. Простой ответ звучит так. Путинский режим понесет куда больше ущерб в этой дипломатической заморозке, а Североатлантический альянс, напротив, получит значительную выгоду. И вот почему. Нужно вспомнить, чем именно занимались два НАТОвских дипведомства в Москве. Информбюро НАТО фактически выполняло функции посольства в России. На его сайте сказано, что оно рассказывает российскому населению о том, что такое вообще НАТО и как развиваются отношения между НАТО и Россией. А на главной странице содержится множество ссылок на самые разные статьи и интервью. Много ли потеряют российские граждане от закрытия бюро, если его сайт тем более продолжит функционировать? Вопрос риторический. Ну а много ли потеряет сам альянс, лишившись тех нескольких человек, которые, оставаясь в Москве, могли бы лично наблюдать за стремительным упадком России? Но ведь у высокотехнологичной машины НАТО и без этих глаз на земле есть достаточно много инструментов для проведения разведки и наблюдения за российской ситуацией. Для этого вовсе не нужно пребывать в столице России и подвергать жизни сотрудников НАТО риску нападения, который растет по мере того, как российские власти перешагивают одну красную линию за другой. Достаточно вспомнить о том, с какой беспардонностью российские спецслужбы проникают в дипломатические квартиры тех же американцев и даже, как считают западные разведки, периодически совершают против западных дипломатов акустические атаки в самых разных странах мира. В свою очередь, миссия связи помогала НАТО совместно с Москвой решать такие вопросы, как борьба против терроризма, урегулирование кризисов, контроль над вооружениями, противоракетная оборона и новые угрозы. Стоит ли говорить, что для Альянса, как записано в его новой стратегии, сама Россия давно стала главной угрозой источником терроризма и враждебного бесконтрольного роста милитаризма? Таким образом, и здесь для НАТО ничего не меняется, а просто формальная сторона приводится в соответствии с фактическим положением дел. Россия и есть тот общий враг, о котором говорится на сайте закрывающейся сейчас в Москве миссии связи НАТО. А как враг может воевать против самого себя? А вот для российского режима наступят серьезные последствия, и это будут существенные потери. Низкий технологический уровень России не позволяет ей проводить разведку, сравнимую по качеству с западной, и вынуждает Москву опираться именно на свой личный персонал. Более того, именно дипломатический персонал России как раз и используется российским режимом для доставки запрещенных материалов широкого спектра по всему миру. Именно благодаря дипломатическому иммунитету россиянам в свое время как раз удалось доставить тот же новичок в Солсбери, а до этого, как предполагается, в Болгарию, где был применен этот самый новичок против местного торговца оружием. Лишаясь дипломатических работников, Кремль лишается не только возможности вести разведку, но и проводить свои самые злобные акции от кражи высоких технологий до политических убийств. Несмотря на это, окончательное закрытие посольств произошло именно по инициативе российской стороны. Почему же? На самом деле у российского режима просто не было выбора. Он и так потерял реальные возможности вести разведку против НАТО с тем ограниченным человеческим потенциалом, который оставался у России при НАТО после сокращения значительной части дипмиссии и, соответственно, находились все эти оставшиеся российские послы под усиленным наблюдением со стороны европейских властей. В результате в Кремле решили, что если уж и так все потеряно, то необходимо извлечь хоть какую-то пользу, ну вот ту же пиар-выгоду из происходящего. По представлениям деградирующих российских руководителей, все, что им нужно сделать, это громко хлопнуть дверью. То есть это то, что должно по их представлениям повысить их рейтинг внутри страны и создать беспокойство оппонентов на Западе. То, что эффект от этого будет практически нулевой и с той, с другой стороны, в Кремле понять не в состоянии в принципе. Погруженные во вселенную Путина, который всегда и всех обыгрывает, они уже просто физически не в состоянии оценить степень своего умственного распада и, соответственно, они не способны оценить последствия своих поступков, которые становятся все более иррациональны. Об этом свидетельствует статья экс-президента Дмитрия Медведева, который пытался напугать Украину и Запад своей публикацией, а вместо этого выставил себе на посмешище со своим низким оскорбительным стилем и, соответственно, низким интеллектуальным уровнем. Не понимать, какой бездарностью ты выставляешь себя вот такой вот статьей, может только человек, окруженный халуями, живущими в соответствующей атмосфере тюремной психологии. В этом смысле нельзя удивляться не только тому, что даже сам Лавров недавно прямо оскорбил Столтенберга, по всей видимости, но и тому, что российские руководители не способны осознать, насколько вредит им самим закрытие посольства. Зато это решение очень выгодно для НАТО, которое, таким образом, избавится от российских разведчиков уже не просто на временной основе, а на постоянной. Одно дело это выслать 8 российских спецслужбистов-дипломатов, на место которых прибудут новые, а другое навсегда забыть о российском посольстве в принципе. Как любят повторять те же россияне, баба с возу кобыле легче. То, что это западные страны должны закрывать российские посольства, а не дождаться, когда это сделают в Кремле, я не устаю повторять в последние годы. В некоторых странах, таких как Чехия, откуда были недавно изгнаны 90% российских дипломатов, понимание этой простой необходимости происходит быстрее, чем в других странах. Однако, рано или поздно, российские посольства по той или иной инициативе будут закрываться, или по крайней мере должны быть закрыты, и в других регионах Евроатлантики, а не только в Брюсселе. Другое дело, что западные страны и штаб НАТО отнюдь не желают выглядеть инициаторами разрыва отношений с Россией, дабы не пришлось объясняться перед собственными избирателями за рост нестабильности в мире. Но вместо НАТО эту замечательную работу по самоликвидации выполняют сами российские власти. И если в Москве полагали, что в штабе Западного Альянса теперь сплакнут, то они ошибаются. Там лишь удовлетворенно потрут руки, радуясь так, как радуются те, от кого, наконец, съехал по собственному решению нерадивый родственник, которого вся семья стеснялась выгнать, но шепотом обсуждала, как бы его уже поскорее выжить из квартиры. Теперь этот токсичный политический родственник, а точнее сосед НАТО по европейскому континенту, потихоньку вывозит свои вещи на радость Североатлантическому Альянсу. Но российскому режиму стоит понимать и другое. Закрывая свой штаб при НАТО, российский режим закрывает еще одну дверь в цивилизованный мир. Кремль полагает, что на его безопасности это никак не отразится. Однако он ошибается. Его технологическое отставание после разрыва с западом уже дает плоды в виде признаков распада в военной и космической отраслях. А теперь возникают еще и проблемы на границах, таких как афганская. Конечно, все это можно воспринимать так, как это делает Путин. Просто не замечать. Так же, как можно не замечать, например, и рекордной за десятилетия убыли населения в России из-за ужасной медицинской системы, которая, кстати, в свою очередь, разваливается ровно из-за безумных военных трат, коррупции и вообще автократических методов управления. Вот только математика беспощадна. И минус миллион человек в год, как и массовое бегство ученых из России, рано или поздно приведет вот это количество в качество. Качество, которое однажды оставит Кремль без квалифицированных кадров уже не только в его ядерных и конвенциональных системах, которыми Путин так гордится, но и в нефтегазовой сфере, где новые аварии отнюдь не за горами. И недавняя авария на заводе Газпрома это лишь прелюдия. Здесь-то и пригодилась бы помощь стран НАТО. Вот только к тому моменту выяснится, что желающих подтолкнуть падающего окажется куда больше, чем тех, кто пожелает протянуть ему руку. Спасибо, дорогие друзья, за то, что остаетесь с нами. Подписывайтесь на Ньюсейдер, ставьте лайки, оставляйте комментарии и при желании поддерживайте нас через платформу Патреон и другие ресурсы, ссылки на которые найдете в описании к этому видео. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok